Спасибо. Ну вот, я не помню, на каком стихе мы остановились. Можем, так сказать, вначале глянуть на это все еще раз, быстренько пробежаться и увидеть, где мы остановились. Шри-бхагаванувача урдвамулам адхашакхам ашватхам прагур абьяям чхандансиес япарнани ястамведасаведавит. То есть тот является знатоком Веды, кто знает эту ашватку, чьи корни растут вверх, а ветви вниз. Или наоборот, чьи корни растут вниз, а ветви вверх. Нет, все-таки, чьи корни растут вверх, а ветви вниз. У нее, значит, листья – это ведические гимны, ведийские гимны. Он знает Веду. То есть интересно, что листья у ашватки ветвей, растущих вниз, это ведийские гимны. То есть ведийские гимны все каким-то образом нисходят с небес. Володя, развертите, пожалуйста, на весь экран. Я вот не могу пока почему-то тут сделать этот… А вот только что было. Да, вот почему-то оно не выбирает у меня все. То, что… У меня нет этой картинки здесь для того, чтобы шея. Очень удивительно как-то. То есть могу только взять… Вот нормально сейчас. Да. И дальше вторая шлока. Или три штук. Адгащ ча урдвам, адгащ чордвам прасрытага, тас я шакха. Гуна праврыдга вишая правалах. То есть они растут гунами, да, или произрастают гунами и устремляются к объектам чувств. Вот эти ветви, которые распространяются. То есть каким-то образом вот эти распространенные ветви ашватки, их… И они как-то моделируются или образуются силой гун. Вот гун и каким-то образом как энергия сознания поруши, да. Как прокрытие, как продгана, его изначальная сила. Их формирует вот этими состояниями, и они устремляются к объектам чувств. Вишая правалах, тоже интересно. Их интересует самая объективизация существа поруши, да. Может быть, я неверно говорю поруши, потому что существа, да. Поруша – это и есть, собственно, то сознание существа. Адгачча мулани, оно сам татани. И вниз вот эти, внизу вот эти мулани, каких, или вниз, корни, да, распространяются, оно сам татани. Карману бандгини, манушья локи. И определяется или связанный, или, как это сказать, привлекаются, или самими акциями в человеческом мире, то есть действиями. Сами действия каким-то образом моделируются вот этой вот прокрытией, которая устремляет, направляет свои ветви вниз, а вот эти, или свои корни ветви вниз, а корни вот устремляются вверх. И вот такая вот какая-то мистическая форма описания прокрытий с ее гунами, с ее ветвями, ведийскими гимнами и вот действиями. То есть абсолютно какое-то тотальное, универсальное видение нашей природы. Сами действия, интересно, здесь, оно бандгини, они связаны с этими, с мулани, да, оно с антатани, с корнями. Каким-то образом само действие, корни, которые устремляются ввысь, они как-то связаны, да, заметьте. So, в английском тексте, download here, into the world of man, it plunges its roots of attachment and desire with their consequences of an unendlessly developing action. Вот это вот удивительная формулировка. Конечно, за ней стоит что-то, какая-то истина или интуиция видения нашего мира. Если бы мы ее могли увидеть, распаковать, так сказать, она очень запакована здесь, да, в двух шлоках все видение Вселенной, то мы бы, конечно, могли что-то понять. То есть, что мне нравится, как он это здесь пишет, with their consequences of an endlessly developing action. Вот это действительно. То есть, сами actions, кармани, так сказать, карманубандхини, они, то есть, анубандхин, да, это же тот, который связывает тебя с акцией, да. То есть, анубандхини, не связанные с акцией, а те, которые связывают тебя с акцией. Вот эти корни, которые привязывают тебя к действию. То есть, оказывается, действие является consequence, да, то есть, оно является, как бы, результатом того, что вот это движение у природы есть. И нам не избавиться от этого действия, потому что вот эти корни устремляются или опускаются в мир человека, чтобы с их вот этим привязанностью к нашим желаниям и результатом является само действие. То есть, желание каким-то образом является вот этим самим, самой вот машиной или вот engine, то, что называется, да, самой вот этой мотором, который производит вот это вот действие. То есть, без желания, наверное, вот эти карманы не могли бы и существовать. и без detachment. То есть, потому что, почему? Потому что они вот эти ветви вишая провалах, они сориентированы на результаты действия, на объекты чувств. То есть, идет процесс какой-то интенсивной объективизации духа или существа божественного. И в этом объективизации процессе объективизации все эти формы, вся эта машина нужна. И привязанность, и желание, как сама машина или мотор, который несет нашу машину вперед. Результатом чего являются действия. Сами действия, а он о них будет говорить, являются тоже формой, которая производная от самого жертвоприношения. И вообще жертвоприношение и карма, яджня и карма очень близки и очень связаны в ведийском виде. Не тоже, как мы знаем. В ведах карма это просто жертвоприношение. Его тоже определение кармы как действия в предыдущих главах было тоже, что оно все нужно лишь для того, чтобы мы смогли себя реализовать. Сарвамкармакххилампартха акхилампартха джняне парисамапьяте вся карма нужна лишь для того, чтобы джняне парисамапьяте чтобы она закончилась, она заканчивается в самореализации. То есть в принципе нам действие нужно лишь для того, чтобы манифестировать себя, реализовать себя в природе. Ох, я тут наговорил всего. Очень трудно из этого леса выбраться, но действительно это как лес какой-то получается. То есть у нас две составляющие. Небесная и, так сказать, небо и земля. От неба опускаются ветви, которые, листья, на которых это ведийские гимны, снизу поднимаются. И эти ветви, когда опустившись, они пускают корни и поднимаются ввысь. То есть идет нисхождение божественного в каком-то смысле. И его оплодотворение земли, и поднятие из земли вот этих корней, которые тоже распространяются и определяют нас в наших акциях в человеческом мире, с их желаниями и attachment. Ну вот такое видение ашватхи. И вдруг нарубам асия иха татхопа лабьяте нанто на чадир на ча сампратиштха ашватхам энам суверуд дамулам асанга шастрена дридхена читва татахпадам тат паримаргитавьям ясмин ясмин гата нанивартан дибуях там и вачадьям порушам пропадьи ятах праврытих просрыта пурани. И вдруг он предлагает ее срубить это все ашватху это все недоразумение природы то есть всю эту манифестацию для того чтобы соединиться с духом. Вот эту форму невозможно постичь. Нарупам асия иха татхопа лабьяте она не достигается здесь она не реализуется эта форма ее невозможно каким-то образом усвоить переварить понять может быть даже невозможно. Нанто начаде у нее нет ни начала ни конца ашватхаме нам суверуд дгамулам эту ашватху с огромными и мощными корнями асанга шастрена с этим мечом без без участия или мечом от решения дрыдгена читла с сильным мечом от решения отрубив или как это сказать срубив острым мечом не привязан срубив скорее потому что отрубив это уже что-то такое частичное срубив да атакпадам паримар гитавям и отсюда вот это вот новое состояние паримар гитавям должно быть из кома ясмин гата на пути которым или в состоянии которым людям незачем больше возвращаться сюда бессознательно то есть оставаться в круговороте сансары жизни бессознательно я добавляю бессознательно от себя потому что я полагаю что это и есть основной смысл невозвращение невозвращение как бессознательного круговорота таме ва чадьям парушам пропадье и тогда мы находим свое или найди свое я нахожу свое так сказать состояние в паруши или прибежище в духе я так в правы тих просвета апурани откуда и происходит вот это движение той ашватхи и вот той природы этих сил древние изначальные вот это интересно то есть вдруг он выходит из вот этой ашватхи описав ее как она вся работает изнутри вдруг он указывает что все-таки мы можем найти выход из нее и увидеть изначальное движение вот той природы откуда исходит откуда идет источник этого действия окей ну и вот номер пять мы здесь остановились это и возьмем нирмана муха джитасанга дожа адиатми а мы читали это адиатманитья веневриттакамах двандвайр вимуктах сукхадукхасамджнях гачантьямудах падамавья а те которые освободились от мохи от глупости и гордости которые победили свою причастность и глупость и чему или как это сказать не сознание джитасанга дожа или скажем так которые победили затемнение своего вот attachment как перевести по-русски привязанность привязанность вот слово избегает меня все время привязанность то есть затемнение привязанности вот интересно то есть заужение сознания через привязанность только привязался к какому-то действию сразу раз и выпал из общей вот из общего сознания из более широкого сознания адъятманитья постоянно пребывает в адъятмическом состоянии то есть духовном состоянии поиска себя веневритта камах чьи желания озакончены здесь уже не вращаются перестали так сказать вести нас быть нашей мотивации двандвайх в муктах и освобожденные от двойственности сукадухка самжнях называемые счастьем и несчастьем вот тоже очень удивительное определение и гачантья мудхах они уходят падамавья ямтат к тому высшему неразрушимому состоянию свободные от глупости мудхах уже их ничем не затемнить не привязать у них появилось сознание которое включает в себя все другие формы слушай а можно вот вообще перевести вот джита санга доша санга это же община общение доша это вред победивший вот как бы вред от общения или от как-то что-то такое очень хорошо мне нравится такой мне кажется это один из контекстуальных так сказать смыслов в принципе можно было бы даже попытаться набрать весь набор различных переводов и мне кажется что они все каким-то образом красиво бы показали нам что это такое потому что санскрит он вообще-то универсальный язык и в этом смысле действительно сюда подойдут все формы вот это вот привязанности то есть доша привязанность потому что санга это тоже привязанность то есть как встреча людей как санга это другое как община санга это да сойтись вместе это корня гам да от встреч то есть затемнение общение может быть нет не может может почему почему общение это и есть встреча встреча и обмен витальной энергии я думаю что это так есть в принципе нет у меня пропал звук какой-то затормозилось да затемнение ты сказал и потом у меня пропал звук ну да это же затемнение от обмена витального да то есть вот я вот это имел ввиду да можно тогда перевести ну наверное да очень хорошо мне очень нравится да от общения то есть общение конечно в этом смысле когда люди обмениваются витальными энергиями и пытаются так сказать наладить свою интимную жизнь в общине да то есть вот мое так сказать маленькое место в котором я чувствую себя хорошо и в этом смысле они становятся зауженными в сознании вот те которые победили вот это привязанность к общению да и общению общение и общение у них появился новый какой-то космический характер да у них уже больше нету привязки к какому-то к какой-то форме там вот это моя мой ашрам это мой ауравиль да и это мы ощущаем очень сильно кстати те которые в ауравиле долго пребывают и привязались к этим формам да и уже давно не следует никакой йоги да просто привязались к формам они считают привязку к этим формам как форма йоги но это совершенно не так это полная доша да ничего там истинного в этой привязке нет наоборот она каким-то образом разрушает ту форму которая должна была явиться вот так космическая свободная форма отношения с миром и духом ну вот и дальше вот первая шлука которую мы не читали на тат бхаса эти сурья на шашанка на павоках на тат бхаса эти сурью на шашанку на павоках яд гатва на невартанты здесь такая опечатка невартанты тадхама парамамама его не освещает солнце ни луна ни огонь яд гатва на невартанты куда уйдя откуда не возвращается больше тадхама парамамама это моя высшая обитель ну вот это взято из катхи упанишат не освещает солнце не освещает луна и даже и огонь а речь потом пойдет в катхе будет еще добавочная одна шлока это он светит то есть и солнце светит его светом и луна его светом и огонь его светом здесь это не сказано что все светит его светом то есть все лишь отражает там прати бхати то есть там отражает его свет то есть вот этот свет который манифестации мы видим это есть отражение его истинного духовного свет здесь это не сказано но можно было бы и добавить но он наверное не хотел это просто продолжать потому что он уже объяснил эту вещь и здесь в предыдущей шлоки предыдущих двух вот этих что когда мы выходим за ашватху он не хочет возвращаться к ашватхи как важному моменту божественного присутствия потому что он уже объяснил что лучше от нее уйти и найти источники с которого она рождается поэтому наверное он не хочет вспоминать что все отражает его свет чтобы не конфузить я так себе думаю я тоже когда-то сравнивал эти два катху и гиту и хотел понять почему же он все таки решил срубить ашватху потому что в катхе этого нет но это просто более быстрый более верный путь к источнику самого вот этой самой природы не включая манифестации так сказать потому что потом потом она включится но она по-другому будет видна да уже свободным взглядом духа так сказать ну и вот следующее нам нашло как андрей мама и вам шо джива локе джива бхутах санатанах манах шаштха индрияне пракртист хани каршати значит мама и в амщах джива локе то есть моя исключительно не вот как бы частица амщах да в мире джива в мире в мире жизни что ли джива локе в мире живых существ или джива бхутах санатанах как бы опять живые существ джива бхутах санатанах джива локе может быть здесь джива кстати как душа да они как живых существ хотя как правило джива в эпическом санскрите не будет еще душой в том смысле она станет душой в более позднем классическом санскрите хотя здесь очень похоже джива бхутах санатанах то есть вечный вечер став став душой да и из вечной амшах амша это есть душа собственно джива локе то есть джива локе наверное в мире души надо посмотреть как шире венду переводится it comes the jiva in the world of living creatures and cultivates the subjective powers of prakriti пока не понятно манах шаштха индрияне значит шаштха это шестой как бы то есть манах шаштха индрияне шаштхани индрияне манах шаштхани это такая интересная композита где манас шестой то есть пятью чувствами из которых манас шестой так как то да 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 то есть манас шестой это определение киндрияне то есть такой бавурии где манас шестой прокартистхани каршати как бы погруженный в прокрити каршати это делается да то есть который притягивается каршати а каршати или каршати тут cultivates он так переводит крышу от корня крыш ту калтивейт как это плугом да орит так что такое то есть вечная частица меня да вот это амшах в мире живых существ становится дживой и формирует каршати он переводе да с объективные силы прокрити ум и пять чувств да да ну то есть это душа наша собственно говоря его частица которая в мире живых существ или в мире душ так скажем становится душой джива бутах санатанах из вечной и вот это вот психическое существо формирует или сделает культивирует культивирует не знаю еще какое слово можно придумать что то она делает сеет зерна в почву в почву прокрити в которой находятся наши индрии и с манасом индрии и манас это един собственно есть то поле в котором работает душа через них она работает их она каким-то образом культивирует делает их более чувствительными к духу то есть они постепенно приобретают вот эти качества которые душа привносит с собой это кстати есть основа нашей интегральной парадигмы знания где мы смотрим на наше сознание с двух точек зрения то есть это функции сознания то что мы называем faculties of consciousness видение слышание вот эти индрии наши возможности функции и другая другой взгляд это через психическое то есть психическое со своими качествами искренности и так далее оформляет и меняет собственно наши функции наши функции становятся чувствительными к духу они приобретают качество искренности они приобретают качество там благодарности и так далее то есть душа каким-то образом он их одухотворяет или одушетворяет они становятся душевными качествами у них появляются совершенно новые краски это как будто бы они были в черно-белом а тут вдруг душа приносит весь всю палитру красок и окрашивает эти функции вот такой происходит такая работа здесь в манифестации вот она каршат сделывает их разрабатывает их или культивирует или окрашивает она каким-то образом меняет их качества у них качества были довольно серые черно-белые набор 256 оттенков серого а тут вдруг появились цвета вот это джива будто став душой став живым существом она оживляет их вот эти функции создать каким-то образом они не полностью были живыми или как они вообще-то у них есть перцепция ощущения но такой жизни божественной божественное присутствие они потеряли и потеряли они в тот момент когда отошли от поруши то есть это был прыжок вот этих функций сознания во тьму по айтарей и как только они отделились от поруши и ушли в эту тьму они потеряли контакт с источником и вернуться к этому источнику им позволяет именно вот этот джива или наша душа то есть создавая здесь где нет пуруши того универсального в полной мере он не манифестирован здесь создавая здесь условия для этих индрий чтобы они могли найти свое свое прибежище в пуруши индивидуально и вот это вот идет постоянная работа такая вот здесь в одной шлоке все это и указано но это все подразумевается так сказать за кулисами ну вот следующая шлока шарирам шарирам ядавапноти ячапьют ячапьют крамати шварах грихитвайт они самяты ваюр гандхан невашаят ива ашаят ваюр гандхан ива ашаят шарирам ядавапноти как или когда достигает тело яд шарирамапноти ячапий и худ кромать и шварах или когда он уходит утка ромать и вступает ввысь то есть отступает от тела грехи твайт они сам я те он он уходит как будто был забирая с собой то вот это как ветер ваюх его гандхан а шаят из 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 вазы почему-то да как будто бы забирает аромат или запахи да или что-то да гандхан то есть запахи да ароматы как будто уносит с собой сам я это они имеется ввиду вот эти индрияне да и вот эти из предыдущей шлоки но вот если прочитать что по-английски это здесь вот что интересно что вот это вот вот это вот шлока объясняет сразу всю сангхию потому что сангхия совершенно не понятно И помните, мы когда обсуждали с вами, мы дошли до того, что в принципе индрия является пропитис Пуруши. Они принадлежат Пуруши, они не принадлежат Пракрити. И в этом смысле очень трудно понять Сангью, потому что когда Пракрити являет все формы, начиная от Будды и заканчивая индриями, мы не видим того, что индрии принадлежат Пуруши. Это из-за того, что Пуруша обратил внимание на Пракрити, он принес с собой ум и все индрии. Они принадлежат ему, не Пракрити. Пракрити просто их манифестирует, она просто их являет. Это благодаря им Пракрити являет этот мир с его панчамагабгутами, с пятью элементами. Эти элементы являются из этих индрий. Если бы эти индрии Пуруша не принес, никаких пяти элементов не было бы у Пракрити. Она их просто объективизировала. Она объективизировала пространство как желание или как возможность слуха. Она объективизировала свет как возможность видения Пуруши. Если бы видения, слуха не было, не было бы ни света, ни пространства. То есть здесь такая вот эта вот шлока, например, она полностью прямо указывает на это. То есть говоря о том, что когда Пуруша приходит к Пракрити, то она сразу манифестирует все его функции сознания. Но функции принадлежат ему, потому что когда он уходит, он с собой их забирает. То есть сразу уходит вся, всякая возможность перцепции, то есть сознания. Сознание манифестируется через вот эти функции сознания. И как только он уходит, все функции сознания у Пракрити исчезают. У нее нету нечем познавать, нечем манифестировать. Вот это важно, чтобы увидеть в Сангхи, откуда берутся Индрии и Манас, и Будды. Они все являются манифестацией Пуруши. Окей. Ну вот и следующая шлока. Шротрам Чакшух Спаршанамча Расанам Грханам Эвача Адхиштхая Манас Чаям Вишаян Упасевати. Значит, шротрам – это у нас ухо, да, орган слуха. Глаз Спаршанам – это касание, да, касаться Спаршанам. То есть здесь, наверное, слух, зрение, осязание, вкус. С Расанам Грханам Абоняния, да, Адхиштхая Манас Чаям. Адхиштхая как бы плотно утвердившись, что ли, всецело утвердившись, как-то… Нет, даже Адхиштхая. Ну да, установив Манас. А, значит, это герундив все-таки, да, Адхиштхая. Установив Манас Чаям. Этот Манас. А это относится не к существу, нет? Манас Чаям. И этот Манас Установив. А, этот Манас Установив. Вишаян Упасевати. Вишаян – это аккузатив множественное число, это Вишаян, да, то есть эти объекты чувств. Упасеваты. Это вообще там может быть как бы серот это служить вообще, да. А здесь… Хотя Манас Чаям, может быть, здесь вот по переводу я вижу, здесь непонятно. Я бы не переведил так, о выдвелинг соул. Может быть, он просто берет с предыдущей словки. А Ям – это, видимо, он все-таки, он наслаждается, вот этот Пуруша. Да, да, скорее всего, да. Ага, мне тоже так кажется, что… То есть, и утвердив Манас, он… Потому что Манас среднего рода, а Ям – это мужского, да, не подходит здесь по родам. Да, то есть он вот этот самый, который в предыдущей шлоке тело обрел, да, вот у пасеваты, там мне не очень понятно, потому что здесь он наслаждается, переводит Шри Варабин, да, вот. А вообще, как бы, я как-то не вижу этого смысла. Там у пасеваты, это как бы или приходит часто, или постоянно служит. Да, служит вокруг, то есть обслуживает рядом, да, то есть служит вокруг или рядом находится, да, при… То есть это имеется в виду, наверное, что-то из этого… То есть он вовлечен, не вовлекаясь, как бы, да. То есть в этом смысле есть какое-то наслаждение, да. То есть ты как будто бы в кино пребываешь, да. То есть ты просто свидетель того, что происходит. И тоже вовлечен, как бы. Ну, это похоже на то, что как я себя чувствую здесь на Западе. Я как будто бы за стеклом, да. Этот весь мир, он не мой, да. Я знаю, что он не мой, он мне не принадлежит. Да, и такое ощущение, что ты свободен от всех их забот, проблем, да. Ты только наслаждаешься какой-то формой от манифестации, да. Удивительное ощущение такое, да. Свобода от вовлечения в мир. Упосэйваты. Ну, вот, наверное, что-то в этом роде, если брать дословно. То есть обслуживает рядом, да, то есть не полностью вовлекаясь. Приближение. Ну, вот они, все пять функций основные, да. То есть пять индрий и манас. Установив, так сказать, и манас как тот, который будет руководить, синтезировать вот эти индрии в единое понимание агамкары. Агамкара – это, собственно, проекция души. И Вишаян Упосэйваты наслаждается вот этими формами, да, объектов чувств, то есть объектами чувств. Потому что объекты чувств – это и будут его манифестации. Этого бесконечного бытия божественного, который себя являет в этой форме. Вот как он интересно сделал вот этот мир, да, через функции сознания, которые спроецированы из его сознания. В принципе, индрии – тоже интересное слово. Индрии, они принадлежат индрии, да. Почему индрия называется? Потому что эти пять индрий – это, собственно, функции индрии. А индра, мы знаем, это божественный ум. То есть у божественного ума есть основные функции – видение, слышание, касание. У него было больше функций по Айтареи, но потом они как бы обрели только вот это законченное число – пять. Потому что они связаны с Манчабамабхутани. А по существу их больше. Там еще есть другие индрии, там, мысли, слово. Это тоже функции сознания. Хотя Сангхья почему-то свяжет только с манифестированным миром. И поэтому попытается увязать внешнее и внутреннее, да. Увидеть вот эту проекцию внутреннего, вовне, как внешнее творится внутренне. И вот эти индрии будут важны здесь. Шротрам создаст пространство, да. Чакшук создаст форму и тоже температуру, да. Температуру сначала, а потом форму, потом появится свет. То есть в процессе манифестации. С паршином создат вот это первое, как Шриобинда описывает, friction в пространстве. Сначала пространство, потом вот это первое скручивание пространства. Это с паршином, касание, то есть э, да. А потом вот это скручивание, еще добавите, еще одно скручивание на него. Появится горение, температура. Вот скручивание эфира дважды, да, в узел, дает почему-то добавочную температуру. Начинает оно гореть, светиться, сиять. Идет излучение. И вот это излучение, это огонь, и дает нам видение. Видение, оно оказывается производное в манифестации. Сначала идет слух на слово. Потом идет скручивание, касание. Потом идет двойное скручивание, которое дает горение. И вот это горение излучает свет, и мы начинаем видеть формы. То есть, а потом идет еще одно скручивание. Появляется текучая субстанция. Добавить к этому горению, к этому жару, еще одну, как бы, dimension, да, еще одно измерение. И у нас появляется текучая субстанция. То есть, субстанция, в которой нет оформленной, закореневшей, какой-то затвердевшей формы. А потом еще одну добавляешь, и появляется затвердевшая отдельная форма. Если вода, это еще субстанция бесформенная, то уже появляется на пятом уровне, на уровне Земли, появляется еще затвердевшая форма отдельная от других форм. И вот весь набор, весь набор возможностей, и все они связаны каким-то образом с нашими функциями сознания. Функции сознания, проецируясь, создают эти формы в прокрытии. Или прокрытие создает эти формы из-за того, что эти функции сознания присутствуют в ней. Как только он уходит, он оттягивает эти функции сознания, и все, прокрытие перестает создавать эти панча-магабутами, пять великих элементов. У нас больше нет ни огня, ни пространства, ни воды, ни земли. Никаких форм материальных больше не будет. Вот такая роль этих функций сознания здесь описанных. Вроде как они такие элементарные для нас, но они являются фундаментальными участниками нашей манифестации. Конечно, никто так сейчас не видит меры, это понятно. Научный подход, он совершенно ушел куда-то в изучение каких-то мелочей. А по существу эти фундаментальные вопросы больше не задаются. Почему мы видим, слышим мир, и вообще, как мы можем его исследовать, и вообще, как можно вообще что-либо знать. Так еще наука выкинула эфир, понимаешь, в начале века. Да, вообще ничего не осталось, непонятно, что скручивается, на чем все базируется. Да, я не знаю, почему они так сделали, это какая-то... Там, я не знаю, конспирологи считают, что это когда Тесла работала со своими этими самыми, у него же была... То есть, я слышал даже такую вещь, я не знаю, может, это чушь, конечно, что то ли Морган спонсировал его исследования, а потом, когда он понял, что тут хочет бесплатно от Ниагарского водопада всю Америку снабдить электричеством, он пришел в ужас, перестал давать деньги, засекретил все его работы и стал спонсировать вот эту теорию относительности Эйнштейна, который, собственно, причем сам Тесла говорил, что теория относительности, она верна, но как бы на его истина, она просто выше, что как бы она больше, да, то есть, что еще... Ну, да, 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 это похоже на правду, я тоже думаю, что эти ребята, глядя на сегодняшний мир, как они, что они с него сделали, да, собственно, они обладели миром через деньги, и для них это было важнее, чем, честно говоря, какое-то там открытие, да. Открытие, пускай у них побудет там, пока подождет, да, в лучших времен, пока мы там утвердимся в этом мире. А потом мы будем продавать эту энергию Теслы, да. Я читал, что Морган, он владел производством меди и каучука, а как раз это требуется для кабелей всевозможных, резина для автомобилей, то есть, он хотел сохранить монополисы. Ну, да, да, потому что он-то хотел, у него, у Теслы же была передача без кабелей, просто через пространство, у него, собственно, все. Он-то и все и делал. И когда он узнал, что у Теслы там кое-что получается, он прекратил финансирование. Да, мало того, и что, вроде бы, они, наоборот, спонсировали вот эту теорию относительности, раздули ее так, как вот высшую истину, там как-то, а его работы все засекретили. И, может быть, вполне, конечно, может быть, если взять, Морган же не Господь Бог, да, то есть, может быть, если взять это все вот в таком вот, как бы, в таком глобальном видении, то просто, вот как Володя говорит, что человечество не готово, потому что нас придет открытие, сразу его кто-то монополизирует, начнет продавать, то есть, сознание не готово, что чуть-чуть вот сознание, когда сдвинется, даже когда вот уйдет этот эгоизм, да, что вот заработать на чем-то, когда поймут все человечество, что оно едино, да, тогда, может быть, просто они, эти открытия рядом совсем, вот они буквально вот полшага, да, что это, полшага и мир может измениться, просто это вот не хватает какого-то вот общественного сознания и сдвига какого-то маленького совсем. Ну, очень похоже на то, что ты... Ну, Тесла о многих вещах не говорил в своих достижениях, когда он понял, что это угроза вообще, такое уничтожение всего человечества, он перестал некоторые области свои разрабатывать. Да, да. Он, кстати, дружил с Виконандой. Да, да, там описана история, как Виконанда восхищался, он говорил, что, типа, Тесла разговаривает с электричеством, как с живым существом. Уже появились, ну, эти формы передачи электричества без кабеля, да, но они не столь еще эффективны. Опять же, препятствуют монополии энергетические. Есть в России небольшая фирма, которая этим занимается, но в ограниченных таких масштабах. Я слышал, что уже появились эти технологии, что можно влиять на электричество без проводов. Если это так, то можно, собственно, отключить любое электричество где угодно, кому угодно, без всяких проводов. Вот это вот и есть опасность. Все боятся, потому что для всех важно сохранять свою монополию в каком-то смысле. Эти маленькие монополии везде. Все хотят зарабатывать на других. Хорошо, друзья, ну, тогда мы здесь остановимся сегодня. И я что хотел сказать. Тут предлагали, что мы сделаем перерыв какое-то время, да. Я буду в Штатах совсем другое время, там не получится мне встречаться с вами по утрам. Поэтому, потому что это очень рано будет, да. Это шесть часов отсюда, где-то там в три часа ночи или в два часа ночи. И поэтому, может, мы сделаем месячный перерыв, пока суть доделаем, да. Как вы считаете, каникулы наши или продолжим, сместим время и продолжим встречаться? Как тебе удобно, потому что, смотри, там тебе, может быть, там надо будет приспосабливаться к каким-то внешним условиям, там, я не знаю. Не, ну, по воскресеньям это нормально, но у вас будет другое время, да, совсем другое время. Мы приспособимся, если это самое, если… Да. Как вы, вот Андрей предлагает приспособиться, а у вас, как у вас там с вашими выездами куда-то на природу или там… Ну, если у тебя с Москвой будет 12 часов разница, то, я думаю, что нормально может получиться. А ты будешь там на West Coast, что ли? Ты будешь на West Coast? Да, у меня получится там проблема, потому что я буду ездить, да. Да, может быть, туда действительно сколько-то там, месяц там будешь, да? Да, месяц. Мы можем договориться, что мы встретимся где-то там в августе, начиная с… Да. Там с первого августа или какое там получится число, сейчас я скажу сразу, чтобы не было. То есть… Четвертый август. Четвертый август, да. Четвертого августа, да, получится? Да. Хорошо, четвертого августа, давайте так и договоримся. Тогда четвертого августа мы будем встречаться. Тут вполне возможно, что я… Я уже буду здесь, потому что у меня билет 24-го. Но это еще неизвестно, как у меня там получится с Штатами. Я вообще-то планировал приехать в Россию, но что-то посмотрим еще, как там в Америке, что они хотят со мной делать. Если меня задержат там, то может получиться так, что я и не приеду. Но если не задержат, если скажут, что я нам не нужен, то я уеду и приеду к вам, да? Ну, было бы хорошо очень. На огонек, да. Очень. Все ждут. Да, очень здорово, да. Встреча с тобой. Да, в любом случае мы все время на ВКонтакте, поэтому… А если ты приедешь, то когда? То это будет на этот НАВАК, это будет… 12 августа. 12 августа, да, на ВКонтакте, где-то там под Москвой, я не знаю где. Они нашли место, где хотят… Тверская область. Да, но я приеду на несколько недель, то есть у меня будет время еще и на ВКонтакте, и до ВКонтакте, кажется так. Ну, не знаю, насколько это реально, глядя на сегодняшнюю ситуацию в мире, у меня как-то душа так… Я бы лучше, если бы мы выехали куда-то, в Латвию, может быть… Да, просто приезжайте сюда, приезжайте, сколько здесь может народу поместиться у меня. Да, мы бы нашли, или там Финляндию, или я не знаю, куда угодно, да, можно было бы вас всех вывезти для… Нет, у меня-то вообще здесь, как бы, в Финляндии там платить надо, а здесь платить-то не надо. Ну, да, платить все не так много там, да, если снять домик или что-то вроде… Домики такие. Ну, да, это бесплатно, это большая помощь, конечно, для нас всех, обремененных финансово. Ну, хорошо, тогда до четвертого числа, всем, тогда, встречаемся четвертого августа. Я тогда закрываю мантры. Ом…